Интриги не вышло. Владимир Якушев назвал президенту пять ожидаемых имен. Как и в Югре, где губернатора назовут уже 13 сентября, он предпочел соблюсти главный принцип демократии – многопартийность. В списке претендентов на губернаторское кресло – единороссы, либерал-демократ и беспартийный представитель коммунистов. Возможно, в нем был бы и СССР, но справедливая Россия сдала партию еще до начала игры. Класс, что у вас губернатор. Это абсолютно искренне. Самое главное – Дмитрий Николаевич – настоящий государственник. Те проекты, которые он уже начал реализовывать и собирается реализовать – это то, что нужно в России. Государственность Кобылкина не оспаривают и другие оппозиционные партии. ЛДПР впервые в истории поддержала действующего губернатора, но дала шанс и своему соколу. Денис Садовников переоценивать себя не склонен, но примерить губернаторское кресло не отказался. Сегодня, на мой взгляд, при той непростой ситуации в регионе, в стране в целом, самое главное, на мой взгляд, это сохранить поддержку социальную жителям и сосредоточить свою деятельность на экономическом развитии региона. В списке избранных и беспартийный омбудсмен Анатолий Сак. На низком старте он обогнал лидера ямальских коммунистов Елену Кукушкину. Куратор компартии в Тюменской матрешке Вячеслав Тетекин выбору Якушева не удивляется. Сак – управленец, знакомый с раскладом элит в регионе. Смысл любой политической партии, смысл существования любой политической партии, в отличие от общественной организации, – это борьба за власть. Разумеется, мы с глубоким уважением относимся к деятельности Дмитрия Николаевича Кобылкина, но для нас было бы абсолютно противоестественно не выдвинуть своих кандидатов, что мы и сделали. Соперники действующего губернатора на свой счет иллюзии не испытывают. Оказаться в одной компании с политиком новой формации для них более чем лестно. Кобылкина политики ценят как стратега и опытного лоббиста. Людей старшего поколения он заставляет ностальгировать по молодости, молодых верить идеалам, а дамы в смущении признают его привлекательность. Харизма Кобылкина – редкое сочетание ума, обаяния и доступности. Не стоит забывать о том, что не все, конечно, есть люди, которые не следят в принципе за новостями и достаточно плохо разбираются в жизни региона и города. Тогда на первый план у нас выходят какие-то уже более эмоциональные, нерациональные вещи. Там личный образ, манера публичного поведения. И здесь, я должна сказать, у губернатора тоже все довольно неплохо. Он вызывает симпатию и у молодых людей, и у среднего возраста. Уже полгода ямальского губернатора сопровождает приставка в Рио. С ней он ездит по региону, с ней лоббирует арктические проекты, принимая делегации федеральных чиновников и министров. Приставка вроде есть, но ее как бы нет. Во всяком случае, на жизни региона она никак не сказалась. Губернатор, ныне действующий, Дмитрий Николаевич Кобылкин, он достоин быть губернатором. Я искренне отношусь к нему с уважением, потому что он действительно очень много сделал для Ямала. И надеюсь, еще очень много сделает, потому что сегодня Ямал имеет очень большое значение для всей Российской Федерации. Пять лет назад ему верили единицы. Сегодня о масштабных арктических проектах «Севморпути», «Портисабета» и заводе по переработке жиженного природного газа знает весь мир. Стараниями команды Дмитрия Кобылкина с 2010 года почти в два раза вырос валовый региональный продукт. Редкий российский регион может позволить себе направить на социалку 500 миллиардов рублей. И останавливаться на достигнутом Кобылкин не собирается. Мы программу написали и не всю, наверное, выполнили за пять лет. Это и невозможно было сделать. Ямалу еще предстоит поработать. Наверное, в ближайшие пять лет в этом же направлении это было бы правильно. Сомнений, что в президентском списке будет фамилия Кобылкина, нет ни у политологов, ни у ямальцев. Интрига сохраняется в отношении двух остальных кандидатов. Самым простым вариантом был бы принцип отбора на основе партийности. Но не факт, что Владимиру Путину понравится сокол Жириновского или беспартийный саг. Вполне возможно, что он поставит на единороссов. Достоверно известно только одно. Регион не заметил, что уже полгода им управляет губернатор с приставкой в Рио.